Количество жертв нападения боевиков движения Талибан на военную базу в Афганистане удвоилось и достигло 140 человек. Напомним, ранее сообщалось о 70 погибших военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа. При этом в армейском руководстве страны сообщали о возможном росте количества погибших. Атака на военный объект произошла накануне. Боевики, переодевшись в военную форму и используя военные автомобили, ворвались на базу и открыли стрельбу. В это время военные выходили из мечети после молитвы. Также была атакована столовая. Сообщается, что в атаке на базу участвовали около 10 талибов. Все они ликвидированы. Жертвами протеста в Венесуэле стали уже 20 человек. Только за минувшие сутки в столице Каракасе в ходе встречи с полицией погибли по меньшей мере 12 человек. Протесты в стране продолжаются уже три недели. В выходные оппозиция планирует провести молчаливые марши к резиденциям епископов. Напомним, 19 апреля в Каракасе погибли два студента и нацгвардеец. До этого, предположительно, сторонниками президента Николаса Мадуро был убит 13-летний подросток. Накануне генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал власти и оппозицию наладить диалог. Ситуация накалилась после того, как президент через Верховный суд наделил себя дополнительными полномочиями. Он также запретил оппозиционеру Энрике Каприлесу в течение 15 лет претендовать на государственные должности. Сам Мадуро говорит, что протесты незаконны и организованы Вашингтоном, чтобы совершить переворот. Инфляция в Венесуэле выражается трёхзначным числом. В стране нехватка продуктов питания и базовых товаров. Многие венесуэльцы страдают от недоедания. В ООН призывают сбалансировать все это и власти, определить дату выборов, а также соблюдать права человека. Летающий автомобиль четвёртой версии представила на выставке в Монако словацкая компания Аэромобил. Использовать его можно и на дорогах общего пользования, и в небе. Правда, в последнем случае понадобится удостоверение пилота. На земле Аэромобил 4.0 приводят в движение электромоторы с совокупной мощностью 110 лошадиных сил. Разгон до сотни за 10 секунд. Максимальная скорость – 160 км в час. Для полётов предназначен четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2 литра. Разработчики уже готовы запустить летающий автомобиль серийное производство. «Этот первый коммерческий продукт – гибрид. На земле работают два электромотора. Они не только эффективны, но и экологичны. Крутящий момент сразу высокий. При соблюдении юридических требований можно использовать все функции автомобиля». На трансформацию в самолёт Аэромобилю требуется около трёх минут. Во время полёта он развивает скорость до 360 км в час. Без дозаправки может преодолеть 750 км. Вес автомобиля – 960 кг. Разработчики позаботились о безопасности. «Корпус, крылья и колёса сделаны из углеродного волокна, как у современных суперкаров. Всё это защищает пассажиров. Встроены подушки безопасности, использованы алюминиевые сплавы и есть парашют». Компания Аэромобил начнет принимать заказы на летающий автомобиль уже в этом году. Поставки планируются на 2020. В зависимости от комплектации, аэромобиль обойдётся в цену от 1,2 млн до 1,5 млн евро. Предыдущий прототип Аэромобил 3.0 был представлен в Вене в 2014 году. Британский предприниматель Патрик Бергер стал первым человеком, который проехал через Антарктиду на легковом автомобиле. Рекорд он установил через сто лет после того, как его прадедушка, полярный исследователь Эрнест Шеклтон, попытался пересечь ледяной континент пешком, но потерпел неудачу. Правнук полярника и его команда переносили экстремальные морозы в минус 30. За месяц преодолели 5800 километров. «Мне кажется, нам было в тысячу раз легче, чем моему прадедушке в 1916-17 годах». Шеклтон хотел стать первым человеком, который пересек Антарктиду. Однако экспедицию пришлось свернуть. Судно зажали льды. Исследователь и его команда выбирались на спасательных шлюпках. Правнук полярника использовал дизельный автомобиль с двигателем объемом 2,2 литра. Правда, немного модифицированный. Пятидверный Hyundai оснастили увеличенными колесами. Сцепление со снегом также усилили. Чтобы не попасть на дрейфующие льдины и не упасть в ледяные разломы, использовали GPS. «Думаю, мой прадедушка удивился бы, увидев современные технологии, а также скорость, с которой можно достичь цели. Хотя путешествие по Антарктиде было медленным. Мы ехали со скоростью 27 километров в час. Это была миссия на выносливость. Думаю, он бы гордился, что его родственник совершил то, что хотел сделать он». Команда проехала от станции Union Camp до поселения Макмерда рядом с ледником Россо и вернулась обратно. Автомобиль украсили именами членов экспедиции Шеклтона.